Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брушковский Со 2 по 5 июня Я выезжаю из Харбина в Маньчжурию Эти дни я провожу в обществе инженеров Большинство из них – строители этой линии Пережили китайские беспорядки И сообщают много интересных сведений Так, между прочим, я узнаю, почему места от Харбина И выше к Маньчжурии пустынны Можно было приписать это солончаковатой почве Следы которой в виде выжженных белесоватых мест Кое-где мелькают в окнах вагона Но оказывается, причина другая Большинство земель принадлежит здесь кочевым племенам монголов До прихода русских они слегка занимались еще хлебопашеством Сеяли проса, гречиху Но с приходом русских бросили Так как затрата на хлебопашество не оправдалась В сравнении с тем заработком, который получили они от русских Так было во время постройки Теперь же монголы совсем откочевали от линии железной дороги И ушли в таинственную глубь своих совершенно еще не исследованных недр Так закончилась начавшаяся было кратковременная дружба И вся местность от Харбина до станции Маньчжурия За немногими исключениями теперь пустыня Теперь монголы одинаково не любят ни русских, ни китайцев Но менее враждебны все-таки к китайцам Стеснила монголов и проведенная дорога Она отрезала их от водопоев Так, например, на 240 верст отрезана река Аргунь Эта Аргунь начинается со станции Джалайнор Следующая от станции Маньчжурия Если стоять лицом к югу То Аргунь протекает по левую сторону Предание говорит, что прежде Аргунь брала начало из озера Джалайнор Расположенного по правую сторону полотна дороги В 27 верстах он Джалайнор Громадное озеро, которое кормит своей рыбой монголов И сейчас еще сохранился проток Который называется Мутный проток Соединяющий это озеро с Аргунью Но вода в нем бывает только весной И тогда образуется и течение То из озера в реку, то обратно Таким образом, прежде впадавшее в этом месте По левую сторону полотна река Хайлар Была только притоком Аргуни Вытекавшей из озера Джалайнор А теперь Хайлар, являясь продолжением той же Аргуни Называется уже Аргунью И Аргунь таким образом делает около этого места Крутой заворот и вместо запада течет уже на северо-восток Бесконечные песчаные желтые бугры Виднеющиеся из окна вагона Указывают след Аргуни Хайлара Иногда она сама синяет между ними Туда, к северу, где громоздятся горы Виднеется уже наш берег Аргуни И первый русский поселок В том углу между Аргунью и Шилкой Такой же неведомый еще край, как и вглубь Монголии Я жадно ищу следов монголов Никаких почти следов Ни одного прирученного монгола на всем пути не сохранилось Один богатый монгол, очень влиятельный среди своих Сделался было подрядчиком Но с приходом отряда генерала Орлова бежал, испугавшись Все имущество его погибло Когда мир был восстановлен, строители помогли в степи разыскать его Нашли, привели нищего, оборванного Но так и не удалось его приручить Ушел в свою Монголию и больше не возвращался Память оставил по себе прекрасную И был очень полезен при сношениях с монголами Имеется только один след от монголов И очень трогательный На протяжении до 30 тысяч десятин по самым песчаным местам Редко рассаженный сосновый лес Этому лесу около 60 лет Цель посадки – укрепление почвы Первое столкновение было из-за этого леса Из-за первого срубленного дерева Они долго волновались и не хотели пускать дальше изыскателей Это священный лес Мы своими руками садили его Без него всю нашу степь засыпал бы песок А вы пришли и рубите Горько упрекали они Уходите, мы не хотим вас Им предлагали деньги Нам не нужны деньги У нас есть скот, есть юрта, есть хлеб Зачем нам деньги? Нам этот лес нужен Мы поклялись никогда его не рубить А вы рубите Когда у изыскателей вышла мука Они отказались продать Но дали взаймы с тем, чтобы потом возвратили За остановки и корм они не брали денег Но время сделало свое Большинство монголов откочевало Отказавшись от земель и денег Но род Солота Продал свою землю за деньги За 60 тысяч рублей Прелестную долину реки Яла Имеющую протяжение 300 верст в длину Несмотря на заботы Железнодорожной администрации Понемного исчезает и священный лес А между тем Опасность от разрастания Передвижных песков большая И все эти песчаные степи Могли бы быть сплошь засажены сосновым лесом Два дождливых месяца Очень благоприятствовали бы посадкам Являясь даровой поливкой В самое критическое для растения время Монгольское племя Монгольское племя разбито на отдельные роды Во главе каждого рода стоит князь Около 10 таких родов Имеют во главе объединяющего их князя Советы с князей и представитель От Багдэхана, китаец Управляют краем Китайцы по законам Селиться на монгольских землях Не могут При новом хозяине Маньчжурской дороги Закон этот не соблюдается И дорога, став наследником Всех этих земель Разрешает селиться При соблюдении строго обусловленного Орентного договора Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год